так дорогие друзья вроде бы это все готово ну значит мы с вами кое-что забыли то есть понимаете мы сейчас будем ставить сюда закреплять механизм да и она должна вращаться то есть они должны быть в руки свободные а вот здесь должна быть жесткая какая-то платформа на которой она будет врач не вращаться сгибаться поэтому мы сейчас с вами сделаем так мы возьмем мышь возьмем цилиндр перевернем его по оси y на 90 так допустим вниз вот сюда допустим сначала теперь вниз давайте мы сжимать будем еще немножко с ним не нашим 2 хорошо теперь вот это нам надо раздвинуть по оси с с по оси и где это будет все вращаться тут будет ось и она будет это дело вращать поэтому вам нужны такие ботиночки теперь мы ее смотрим в прозрачном состоянии включаем edit mode и режем сейчас чуть побольше режем ну это уже перебор например так убираем получаем вот такую штуку на данном так по большому счету можем конечно выделить это все то же самое здесь можно было просто бицеппо 10 порезать все хочется вот один ну теперь просто здесь вот этот и этот тоже скажу все видим что у нас вылезли эти вот страшно потому что мы сейчас скажем с вами по цвету вот так это дело скроем но вот вот ну вот 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 все такой готовый у нас ботиночек отлично смотрим на звук все нормально тут не все нормально, потому что вот этот немножко ниже, а вот этот мы шильды переносим вот сюда, то есть на этих она будет много качаться, вставлены вот тут вот здесь специальные шипики, мы, кстати, можем их обозначить, естественно, но пока не будем, поставим так. Так, теперь смотрим на сам механизм. Во-первых, нам надо вот это, вот это все. Я пока ничего не соединяю, потому что у меня есть еще какие-то сомнения по поводу того, как это должно быть. Так, и теперь, если я скажу, что этот объект в геометрии, то если я скажу R... О, ну я не взял много, да? Так, подождите. Во-первых, надо сказать и play вот здесь, вот здесь сказать и play, и здесь сказать и play. Все, тогда у нас все нормально. Вот. Теперь мы можем, кроме вот этих двух, мы их перетянуть не можем, к сожалению, да? Не важно. Тогда вот так выберем все. Проще было сделать вот так и сказать select, инвертировать. Вот. И теперь попробуйте это дело наклонить. Немножко я хочу. Вот так я хочу наклонить. Теперь оттащить ее вот сюда. А ручки, вот эти ручки, немножко опустить. Так, вот так. Посмотрим, как он тут. Да, чуть-чуть вниз они. Так, отлично. Движки, вот сюда. Все, теперь у нас система готова. Рабочая. В принципе, рабочая. Так. Дальше смотрим на механизм. Механизм у нас сначала идет рукоятка. Давайте ее делать. Так, для этого мы сделаем новое collection. Дальше смотрим. Так, цилиндр. Вернем по оси Y. Вернем по оси Y. Вытянем. Спереди. Спереди. Сначала сбоку. Удежим вот сюда. Вот так. Смотрим, отлично легла. Так, далее. Делаем следующий объект. Превращаем edit-монус. Ctrl-R сюда. И Ctrl-R вот сюда. Отлично. Теперь увеличим вот тут. Нет. Там нужен полигон. И здесь полигон. И экструрд по нормалям. Чудно. Так. Экструрд по нормалям получилось. Теперь нам надо сделать коленчатый такой вал. Да? Он будет себе представлять следующее. С. Кубик. Кубик. Ну, полагалось. Сюда теперь G. И сделаем такой вот. Сначала. Вытянем сюда. По X. Посмотрим. Делаем большой. Теперь по более. Делаем. Он у нас вот такой. Немножко его сделать S по X. Так. Далее. Сказать shift D. По X тоже. Чуть побоем. Чуть побоем. Так. И вытянуть вот тут. Вверху. Наблюдаем это дело сверху. Так. Вот. И тут вот. Тянем вниз. Так. И вот эту бабушечку. Во-первых. Спереди. Замы чуть выше. Вот так. А это должно пойти вот сюда. Шех D. Вот сюда перенесем. Правильно она стала? Правильно. Угу. Так. Так. И это все поднимем. Должно быть. Это наверно слишком длинное. Здесь по заду. Вот так сделаем. вверх. Вот так. Это поднимем наверх просто. Так. И здесь поставим балл. Но сначала развернем это все. объект с этого режима. Биометрия. И разворачиваем R. Вот так. Ставим на место. Есть. Ага. Есть. Такое нам не надо. Разворачиваем R. Чудно. Вот так. Видно, что она уже наклоняется за этой штукой. Прекрасно. Выглядит тяжеловато, конечно. По сравнению с это. Ну. Мы делаем свое. Нам наплевать. Так. И теперь далее. Вот здесь. Нужно стоять. Тоже. Мэш. Цилиндра. Тоже стоять. Тоже стоять. Которую мы соответственно разворачиваем. По Y в 90 градусов. И ставим уже на место. Сначала сверху смотрим. Или сюда. Ну. Пускай такая будет ось. У нас еще. Ось не должна волновать. Нормально? Нормально. Далее нам нужно сделать раму. Вот эту. Эту раму нам надо сделать. А за ней уже поставить шестерню. Ну. Давайте создавать. Так. То есть механизм, конечно, получился мощный. Даже чересчур. Подвинем его. Нежи по иксу. Вот сюда. Вот так. Вот так вот. Так. Ну. Давайте теперь ставить их на место. Все. С. Ммм. Шифт А. Возьмем сейчас куб. С. Ведем его вниз. У нас. Это основа на которой это все будет стоять. вот так, где-то, ну, примерно все делаем, конечно же, ставим сюда, так, атак, расширяем вот эту, тянем ее, вот сюда, потянули, отлично, теперь мы можем с вами поступить таким образом, Ctrl-R, и опять Ctrl-R, ну, и здесь Ctrl-R, здесь Ctrl-R, вот так, здесь тоже Ctrl-R, и вот тут можем вот эти две примерно поднять на одно расстояние, то есть E и понеслась, вот так, да, но у этой есть еще выше, в защите, ребята, одно лишнее я зацепил, ну, так надо было, да, E, вот, надо было вот это выделить, вот это, и вот это, теперь R, теперь E, вот так, смотрим, какое должно быть колесо по величине, поднимаю на всякий случай еще, ну, так, это, да, теперь берем вот этот, говорим ему E, и вот здесь говорим тоже E, таким образом мы вот собрали такой механизм, отлично, дальше смотрим, все верно, тут может быть поуже надо все это, слишком здесь ушло, а это без проблем, можно вот это взять и сказать, что нам не G, а Y, нам надо поменьше, вот так, допустим, да, поэтому все подгоним, когда нам нужно, поэтому все это подгоним, G тоже появились, вот так, есть, теперь нам нужны, нам нужны следующие вещи, мы можем вот этот весь, и плюс этот механизм, чуть-чуть сдвинуть, все выделили, G по су, вот так, вот так, вот так, вот так должно быть правильно, вот так, так, если нам кажется, что вот это слишком большая, мы можем ее всегда подвинуть на то место, на которое мы хотели бы, G, X, D, N, S, вот так, вот так, вот теперь она, как бы, выглядит абсолютно нормально, и нам надо шестерни, шестернями тут надо позаботиться так, чтобы они сцеплялись. Да? То есть мы видим, что эти и эти, они должны быть одинаковы по зубям. Это я не знаю, как это надо подумать. Это надо подумать, ребята. Пока не знаю. Сейчас пойду подумаю, потом вам расскажу. Или в следующем видео сделаю. Уже 20 минут прошло.